Скажите, пожалуйста, если вы будете счастливы, вы будете задавать себе такие вопросы? Никто счастлив не задает себе вопросы. Зачем быть счастливым? Будете задавать себе вопросы? Это то же самое, если моя жизнь страдания, если моя жизнь не умела, проблемы, трудности, тогда я спрашиваю, ну зачем жить? Потому что то, зачем я живу, это, наверное, не то. Потому что это страдания, проблемы. Но если жить будет счастье, радость, будете спрашивать, а зачем жить? Потому что этот вопрос, зачем жить, будет равнозначным, а зачем быть счастливым? Никто не будет себе задавать такого вопроса, зачем быть счастливым? Поэтому вместо того, чтобы спрашивать себе, зачем жить, это не означает, что это неумелый вопрос. Хорошо, мы можем задавать себе вопрос этот, зачем жить, какая цель жизни. Но всегда мы получим на этот вопрос теоретический ответ. Это будет теория, это будет какая-то идея. Вот жить надо ради чего-то. Жить надо, но ради чего надо жить? Ради чего там живут? Три вещи там посадить, посадил дерево, построил дом, вырастил ребенка. Живут ради этого люди. Но если кто-то быстро с этим справился, быстро посадил дерево, построил дом, вырастил ребенка, 30 лет все справился. А дальше что? По второму кругу. По второму кругу. А сколько кругов надо? Тут уже надо другая идея. Это хорошо, если кто-то медлительный, и он так осознанно, внимательно все так распланировал. Но это же идея, это не имеет ничего общего с реальностью. Как часто есть так, что идеи ради чего жить. Люди этой идее посвящались жизни, а потом доживали и разочаровывались в этой идее. И потом, оглядываясь назад на свою жизнь, говорят, если я бы сейчас жил еще раз, если я был бы молодой, если у меня был бы второй шанс, я бы совершенно по-другому жил, совершенно другие ценности у меня были бы, другие цели. Ну почему так? Большинство людей, доживая какого-то возраста, оглядываясь назад, говорят, я бы по-другому жил, ради чего-то другого. Ну почему? Только потому, что идея жить, эта идея, эта иллюзия, не имеет ничего общего с реальностью. Кто-то может посадить эти 10 деревьев, вырасти 5 детей, построить 3-5-10 домов и быть при этом несчастливым. Кто-то может ничего не посадить, никого не выращивать. Вырастить детей, да? Или родить? Вырастить. Родить недостаточно. Не выращивать детей, не строить домов и быть при этом счастливым. Как часто есть так, что стереотипы, которые навязывают обществу, кто-то говорит, я не могу так, я не хочу. Я не хочу так жить, я не хочу такие ценности иметь. Поэтому намного лучше обращать внимание, как жить. Жить умело. Но, тем не менее, Будда говорил о цели жизни, о цели практики. Целью практики, целью жизни может быть не какое-то достижение, не что-то материальное, такое осязаемое, ощутимое. А целью избавляться от страданий. Это тоже как жить. Когда достигают практикующие просветления, в буддизме они называются архат, просветленный, как Будда. Будда говорит, что архат просветленный, он, есть такая фраза, что он говорит, «Моя жизнь прожита, умело прожита, мой долг выполнен, всем страданиям пришел конец, страдания прекращены». Это цель жизни. Жить умело. Жить так, чтобы уменьшать свои страдания, чтобы развивать умелые качества, чтобы быть добрыми, чтобы быть счастливыми, радостными, чтобы эту доброту, счастье, радость не только внутренне держать, распространять и никак не изнутри вирусы, и чтобы другие болели, а вирус доброты, вирус любящий доброты, мягкости, терпения, и пускай этим болеют все.